Наш необычный день в необычном месте. Телебашня Останкина Телебашня Останкина находится вблизи парка ВДНХ и Останкина. Прежде чем попасть в телебашню, мы решили покататься на велосипедах по парку ВДНХ, а также немного перекусить после велопробега. Вдвоем на скоростном лифте на одну из самых высоких смотовых площадок Европы. Обзор круговой панорамы города протяженностью до 70 километров со смотровой площадки на высоте 337 метров. Уникальная конструкция прозрачного пола на высоте 337 метров. Ну что, будем кушать? Что будем кушать? Вкусную котлетку. Слушай, а нам соус надо было заказать, а я не спросила. Зачем соус? Вообще можно руками, если они чистые. Не чистые? Да? Не чистые? Дай, как я. Так, как все-таки врачи. Попробуй, Катя, как оно вкусно? Мама, я вообще... Мама. Кать, как оно? Сейчас перекусим и дальше пойдем. Давай, пойдем, Кать. Дальше. Дальше. Посещение открытой смотровой площадки на отметке 340 метров. Присоединяйтесь к нам. Мы прошли в Телебашню, через Стеклянную Галевию и Олею Телезвезд, которых мы каждый день раньше видели по телевизору. Сейчас мы с Катей узнаем и увидим Москву с высоты 300 метров. Мам, ты высоты не говоришь, что? Нет. 300 метров. Катя, ты говоришь, что? Катя, где ты? А, смотри на меня. Там, с той этажей, как, внизу. Пройдя в Стеклянную Аллею, нужно получить ранее купленные миллеты. Попадая в холд или башни, нужно некоторое время подождать скоростного лифта. А еще можно посмотреть музей Останкино. Давай посмотрим телевизор. Старые телевизоры. Проехав на лифт, мы попадаем на смотровую площадку. Смотри, мы только что вот тут гуляли. Это парни. Отпускали велосипед и поехали туда-вот туда-вот туда. Катя, как тебе? Наблюдаем побольше. Это закрытая часть площадки. На открытую часть мы попадем чуть позже. На площадке организован небольшой стеклянный пол, по которому можно ходить. Можно посмотреть, что у тебя под ногами. Посмотрите, какая красота внизу. Высота 340 метров. Конечно, хотелось бы, чтобы стеклянный пол был побольше. Мы пошли дальше. И пошли в открытую часть мытевой площадки. Налерху был сильнейший ветер. Можно было почувствовать силу ветра. Красивый вид, когда лучи солнца касаются облаков и очень сильный ветер. Но зато можно рассмотреть Москву с необычного ракурса. Как красиво мы будем встречать закат в этом необычном месте. Посмотрите, там находится колесо обозрения и какое оно маленькое в сравнении с нашей большой башней. Мы зашли в Кафаза башни, при этом панорама вращалась по кругу. Катя, она чуть ниже Бурдж-Халифа. Вот. Кач, закат начинается. Смотри, как розовеет облака. Какая красота. Катя, отвлекись от пирожного. Ну что, мы встречаем закат? Да. Точнее, ваши впечатления о посещении Аштарковской башни. Почти ходные эфелевые, еще и выше. Запомните название «Седьмое небо». «Седьмое небо» – это ресторан, который находится на Останкинской телебашне. Если вдруг вам кто-нибудь когда-нибудь задает вопрос, как называется ресторан, находящийся в Останкино, а это «Седьмое небо». Всем привет. Катя. Привет. Нас чуть не сдуло. Там такой сильный ветер. Это вообще... У тебя волосы в порядке? Да. Объем. Большой? Красота. Мы двигаемся. Башенка двигается. Смотрю, она... Так, мы не поймем, что ли мы движемся, то ли... Куда мы движемся-то? Туда. Туда? Один словом, как-то башня двигается, да? Ну, медленно. Нет. Мы посетили Останкинскую телебашню. Катя, тебе понравилось. 300 метров на уровень высоты. Посмотрели практически всю Москву с высоты птичьего полета. Вы не поверите, кого мы здесь встретили. Утр. Подойдем, посмотрим. То есть рядом с телецентром Останкино. У нас живут утки. Привет. Да, испугайся. Не убегай. Ну ладно, не будем их пугать, Катюш. Они снимались, ну ладно. Все, ладно, поехали мы домой. Катюш! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА